что же на самом деле представляет собой египет почему вокруг него столько шума и столько загадок почему археология египта в отличие от археологии русской равнины и восточной европы несет в себе столько непонятного и не сочетающегося с обычной практикой аналогичных вопросов египту огромное множество и все они требуют ответов в этой главе мы попытаемся воссоздать картину египта так как его создавали заинтересованные в нем силы для этого нам придется несколько отойти от привычных канонов изложения сформировавшихся к двадцатому веку и показать что сначала 21 века существует и другое понимание реальности которые намного сложнее привычных ожиданий мы не раз излагали концепцию ультракороткой истории инициаторами которой стали некоторые сотрудники кгб ссср трудившиеся в закрытых институтах истории по поручению главы советского союза они выясняли какая из хронологий является правильной традиционные научные с ее 12 миллиардами лет христианская с ее пять тысяч пятьсот восьмым годом до нашей эры или какая-либо другая каково же было удивление самих исследователей когда из всего объема проштудированных ими документов и иных доказательств стало ясно что современный мир был создан первого марта 1953 года в день смерти сталина до этого мир существовал только внутри громадного суперкомпьютера будучи сгенерирован только в состоянии моделей генерация цифрового мира началась с того самого 1531 года тогда стала осуществляться распечатка уже сгенерированных форм на материальный носитель появились земля города люди животные и многое другое многое из распечатанного появилась в материи уже старым и уже древним такие вещи создавали антураж древности для появившихся людей чтобы не вызывать у нового населения ненужных вопросов по теме образования окружающего их мира и так процесс распечатывания мира начался в 1531 году и закончился в 1953 году в этот период в нашем мире сосуществовали и еще информационные фрагменты бытия и уже материальные с 1 марта 1953 года наш мир полностью распечатан и теперь он материальный сам мир именуемый землей имеет сложную форму и конструкцию земля не является планетой она реализована иным образом размерность земли равна трем точнее трем целым 0 0 2 3 5 то есть двести тридцать пять сто тысячных и по своей структуре наша планета является комплексным числом такое представление принято в современной армии это означает что форма земли различна при различном взгляде на нее в нашей реальности и в нашей размерности форма земли ближе к очень плоской чаши внутри которой мы и живем эта чаша от центрирована в районе москвы остальные земли располагаются по периферии от столицы россии само название столица обозначает престол бога расположенный на столовой горе а гора это в свою очередь является главным объектом в главном мифе именно столовую гору создала уточка сбившая масло из молока молочной реки вокруг москвы весь остальной мир поворачивается со скоростью 90 градусов за двести пятьдесят девять лет поворачивается небо земля стационарно и покойно она не вращается вокруг своей оси небо поворачивается по часовой стрелке если смотреть сверху в результате этого поворота расположение главных ориентиров меняется со временем в частности меняется и расположение так называемого эдема и это позволяет более точно описывать исторические события которые безусловно существовали но это существование происходило в составе цифровой модели будущей материальной земли египет это фантастическая страна олицетворяющую собой русский тот свет или адамический эдем в прежние времена исследователи считали что эта страна является убежищем тела и души человека после его смерти вся система жизни и смерти представлялась как двойственность дня и ночи в таких представлениях совершались географические открытия целью которых являлась отыскание места рождения и смерти солнца но в век информационных представлений и организмической супер парадигмы пришлось отказаться от примитивных воззрений на реальность она оказалась значительно сложнее того к чему привыкли материалисты семнадцатого тире двадцатого веков оказалось что каждый материальный объект имеет программную основу она как костный скелет пронизывает все материальные построения и собственно делает их материальными необходимо понять а в наше время это осознать может почти каждый что информационный образ объекта и его материальное воплощение это две разные реальности реализуемые глубоко различными средствами материальное невозможно без предварительной информационной прописи объекта чтобы был например куб нужно огромное количество алгоритмов которые описывают всю его структуру начиная от соотношения граней и самой кубической формы и заканчивая прописями углов и пустот это это будет только куб который еще не материализован он только воплощен в форме которую невозможно не увидеть не пощупать чтобы это сделать необходимо этот куб материализовать в каком-либо веществе то есть необходимо прописать в матрице нашего мира материал из которого сделал этот куб а в составе материала надо прописать структуры атомов электронов позитронов температурные и другие состояния физического тела и многое другое это сложная задача нам людям она не под силу но нам и не предначертано заниматься задачами такого уровня в матрице мира наши возможности ограничены трехмерным пространством имеющим вполне определенные информационные и материальные особенности и возможности так вот русский тот свет или адамический эдем эта территория форм образов алгоритмов программ функций процедур того что делает нас нами перечисленным информационным объектом относится и наша душа являющиеся алгоритмом управления человеком душа это набор необходимых операций собранных в программу которые управляют материальным телом человека делая его биологически живой думающий машиной операции возможны как с материальными объектами так и с информационными причем каждый материальный объект первоначально проходит информационную фазу про иллюстрировать это можно следующим примером человек материальный объект а его тень объект информационный нельзя сказать что она не существует ее видно она имеет скорость тональность контрастность и геометрию но тень нельзя потрогать материальными органами чувств однако можно отследить ее влияние на материальный мир на загар на рост растений и так далее сегодня мы понимаем современные термины среди них виртуальность игра компьютерная модель и так далее эти понятия сформированы нами в наше время и основаны они на наших новейших достижениях в том числе и в компьютерной индустрии а также в информационных технологиях в прежние времена человек исходил из тех возможностей которыми он располагал тогда отсюда и происхождение терминов оно было иным непривычным для нашего современного восприятия египет это нереальная страна египет это терминологическая калька того света и дыма место где обитают души духи формы процедуры и другие информационные объекты египет это внутренняя обитель матрицы в которой нет ничего материального зато существует рафинированный очищенный от молекул и атомов реального мира потусторонний информационный пласт вселенной пользователи компьютерной техники привыкли работая с компьютером находиться сразу в нескольких измерениях это материальная реальность нашего мира а также интернет и многочисленные приложения все вместе по количеству размерностей давно ушло от традиционной цифры 3 мы больше не живем в пространстве длины ширины и высоты теперь к ним добавляется безразмерный интернет многочисленные программы со своими размерностями и системы коммуникаций в которых тоже размерности далеки от простых все вместе делает наш обычный мир многомерным каждый из нас может приехать в деревню к бабушке в обычном автобусе а может явиться к ней в гости путем скайпа или другой версии связи представьте такое явление в семнадцатом девятнадцатом веках когда знаний о многомерности информационного пространства не было совсем каждый факс в те времена непременно был воспринят богом чудесным и невозможным материализующим письмо каждое невообразимое явление в древние времена воспринималась проявлением воли и возможностей какого-либо бога отсюда и многочисленность языческих богов отвечающих каждый за свое уникальное проявление информационных предписаний в материальном мире так вот в уже древние времена стало понятно что у всех богов и их информационных реальностей должна быть своя обитель это обитель и стала предметом поиска в том числе и путем географических открытий сначала ученые думали что такой обителью богов и источником информации формирующий весь остальной мир является столовая гора то есть москва где и называли по-разному белая гора альпы ильбрус анды и так далее и сложились такие представления примерно к 9 10 веку или несколько ранее в предыдущей версии игры главным образом на котором строилась концепция белой горы стал миф об уточке она прилетела на молочную реку и своими лапками сбила из молока комочек масла который затем превратился в творог а после в сыр и стал сырой то есть сырной землей надо понимать что такие представления возникли в эпоху когда не было известно не только информационные составляющие бытия но и не было известно химия люди тысячу и более лет тому назад не осознавали каким образом из молочной жидкости происходит формирование тверди в виде творога и сыра в реальности они наблюдали эти процессы но их химическая суть была в те годы недоступна сознанию после того как была сформулирована первая полярная система координат мир расщепился на две составляющих первое это материальный мир расположенный на тупом конце вектора полярной системы координат со всеми его материальными проявлениями вторая это некая удаленная страна которая расположена на остром конце вектора полярной системы координат это вторая часть окружающего мира стала самой привлекательной ибо люди интуитивно поняли что именно там располагаются информационные ресурсы которые управляют нашей реальностью и нами самими в том числе и все управление жизнью и смертью здоровьем и достатком поэтому тот свет стал объектом пристального внимания со стороны мыслителей к настоящему времени стало понятно что концепции мира сводится к очень масштабной компьютерной игре в которую нами играют некие высокопоставленные существа не из класса людей а боги являются возможностями программы или даже в их статусе находятся некоторые программисты в том числе и из числа людей которые непосредственным образом влияют на ход игровых событий история в такой концепции не отражает реальность она описывает последовательность ходов сделанных в этой игре причем и ходы и персонажи и условия игры могут произвольным или заинтересованным образом изменяться и тогда уже записанная история перестает согласовываться с новой реальностью переписанного фрагмента былых событий необходимо отметить очень важный момент с каждым шагом своего развития человек расширяет кругозор своих созерцаний а также шире раскрывает мозг для усвоения понятийных данных со временем человек ушел от языческих богов представителей форм перешагнул через синтетическое чудовище христианского построения и пришел к нормальному пониманию игры так как она есть и как ее необходимо видеть но это только в наше время отсталые человеческие особи все еще плетутся в хвосте очереди за знаниями а он длиною в сотни лет и это сотня отнюдь не добрая дремучесть таких особей делает их исключительно агрессивными а также примитивно набожными и так согласно мифам первый акт игры начинается с прилета уточки на молочную реку еще раз отмечу такое воззрение привычным было для человека десятого века а сейчас в наши дни ученые перепрограммировали этот миф и теперь его описание читается следующим образом на распыленное до молочного состояния вещество вселенной стала действовать гравитация гравитация это та самая у . распыленное вещество это та самая молочная река но это опять же только образы событий да они более современные и более модные но они не отражают реальную действительность так строго чтобы мы могли ее понять однозначно и точно и мы вооружившись новейшими терминами знаниями образами и инструментами приступим к описанию реальной истории земли в том ее виде в котором нам удалось ее восстановить мы публикуем это впервые и поскольку существенная часть этой истории соотносится с египтом историческую экспертизу которого мы сделали выше то в этой главе мы опубликуем нашу модель она предназначена для того чтобы с нее начать правильно понимать существо реальности и происходящих в ней событий